Всем привет, друзья! С Денисом идем на Сарычев Экспо в Сокольниках. Вот, попадем там, увидимся с Кириллом, если он... Сережа, ну, хотел сказать, с Сарычевым. Там Войтенко будет. Зарубок, к сожалению, у них переносится, потому что Ислам не приехал. Но все равно должна быть интересно, мы надеемся. И сейчас в парке находимся довольно прикольно. Тут фонтанчики, вон... Короче, весело. Мы слышим музон Качковский и Кочек видим. Мы идем к ним. Ребят, это, оказывается, очередь. А там конфета заполнена. Она идет вон до туда. Селочки, зажигаю, смотрите, какие машины. Павильон Сарычев Экспо был довольно большой. Ну, а тем не менее, было очень душно, было очень много народу. Было очень тесно, чтобы иногда было даже не протиснуться среди народа, потому что там такие толпы стояли, что это просто невыносимо. На Экспо было очень много всяких площадок, палаток, к которым вы могли подходить, там, фотографироваться, пробовать что-то, кушать. Black Star Burger был и так далее. Также была огромная такая площадка для получения разрядов по жиму, по становой тяги, короче, по работе с железом. Очень интересно также была воркаут-площадка, потому что там тусили такие хорошие довольно воркаутеры, показывали интересные трюки, там всякие горизонты на бросах, на турнике, передние висы и так далее. По-моему, это было довольно интересно. Был специальный также ринг для перетягивания палки. Я раньше такого вида спорта не видел, ну точнее видел, но сам вживу этого не видел. Люди как бы перетягивают друг на друга палку через такую преграду, в которую они упирают свои ноги. И кто как бы перетянет, тот и выиграл, это логично. Интересен довольно был также конкурс на поедание одного килограмма бургера, даже немножко больше, 1 килограмм 100 грамм вроде там было. Участвовали Игорь Войтенко, Кирилл Сарычев, Денис Цыпленков и остальные. Там было два стола, ели на время и очень было круто. Давайте, давайте, не камни. Давайте, давайте. Больше всего в этом удивило, конечно, что Кирилл Сарычев и Денис Цыпленков не смогли съесть полный бургер. Хотя один из парней там съел его, и он довольно маленький был, парень. Вот, и короче такая тема, что я очень удивлен, что большие ребята не смогли съесть бургер, а маленький паренек съел весь бургер, 1 килограмм 100 грамм. Спросим о эмоциях участников за другим столом. Как я и сказал прежде, было на выставке очень много народу. Просто не пролезть было к сцене, там все было завалено вокруг, особенно где вот происходило главное действо, где давались пощечины там, кушались бургеры и так далее. Еще об этом немножко расскажу дальше. Самое крутое, на мой взгляд, это было, конечно, соревнование в виде пощечин. Стоят два мужика, и большие, и маленькие соревновались, и бьют друг другу ладонями по щекам. Но не самой ладонью, конечно, а вот пальцами, верхом ладони, бьют друг другу по щекам, потому что если вы будете бить ладонью, то вам дают замечание, и после трех замечаний вас дисквалифицирует, побеждает тот, кому вы дали три раза ладонью по голове. Потому что это очень больно, там рассечения были у ребят, что на щеках, что на пальцах, кровь лилась, было жестко, чисто такой мужицкий спорт. Ну, по-моему, он на самом деле какой-то дебильный спорт. Не знаю почему, как вам кажется, напишите в комментариях. Замерли уже такие пощечки. Ой-ой-ой! И шесть класса уже зажели. Класс. Коварный замечательный. Замерли уже такие пощечки. Готов принимать удар. Ой-ой-ой-ой! Третье замечательное. Точно просто. А, максимальное количество замечаний, которые человек делает. Все, победитель! Победитель! Очень интересна была заруба Новоселова. Новоселов, когда дрался, он очень быстро победил своего соперника. Там буквально даже меньше, чем минута прошла. Он его просто вогнал в нокаут, можно сказать. Было очень круто, интересно, зрелищно. И мне понравилось. Так, работай! Не стоять! На фронт! Все, борьба! О! 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 Также на ринге прошла заруба Артема Тарасова с каким-то парнем. Я его не знаю. Тоже довольно быстро закончилось. Там больше, вроде, немножко двух минут она длилась. Вот. Но довольно быстро Артем Тарасов победил. Тоже довольно зрелищно было, интересно. Как говорили, что Артем Тарасов давно уже, типа, нормально не выступает. Там снимает блоги и так далее. Он стал блогером. Но нет. Вроде все пошло по маслу и он выиграл. Поддержим спортсмена. О! 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну вот вы увидели краткий обзор того, что происходило на Sarachef Expo Самые интересные такие моменты, которые происходили там, теперь вы видите в моем видео Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы заценили этот обзор И вы не расстроились, что вы там не были Я надеюсь, в видео все было изложено довольно четко, ясно, понятно и красиво, как будто вы там были А так, спасибо большое за внимание, ребят Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал И увидимся в следующем выпуске Пока!